Светлый Христос Воскресенье, Пасха, это главный праздник для всей Православной Церкви, день воскресения Христа из мертвых. Мы, христиане, веруем в то, что Христос ради нас, ради нашего спасения, пострадал, был распят на кресте и в третий день воскрес из мертвых, дав этим каждому человеку возможность, живя с ним и же исполняя его заповеди, возможность бороться с грехом и жить вечно. Сейчас идет Страстная Седмица, то есть последняя неделя Великого Поста. Это самые особые, самые напряженные, самые важные дни для любого христианина. Великий Четверг, Великая Пятница, Великая Суббота. В эти дни во всех храмах нашего города, во всех храмах Русской Православной Церкви совершаются особые богослужения, особые последования, которые говорят нам о распятии Христова, о его страданиях, смерти и готовят нас к встрече Его Светлого Воскресенья. И, конечно, эти дни являются днями наиболее строгого поста, особенно Великая Пятница. Пятница — тот день, когда Христос был распят на кресте и предал душу свою Богу. В эти дни все христиане стараются бывать в храме, на богослужениях. Это очень важно, если, конечно, есть у кого-то такая возможность. И также дома готовятся к празднику Пасхи. Все мы знаем, что традиционно мы красим яйца, печем куличи. Но важно, чтобы домашние дела, домашние заботы не отвлекали нас все-таки от главного, от молитв, от участия в богослужениях. И, конечно, у кого позволяет здоровье, те должны соблюдать пост, воздерживаться от разного рода веселений, развлечений, каких-то мероприятий. То есть все это откладывается на время после Пасхи. Во всех храмах нашего города также будет совершаться ночное богослужение. Это главное богослужение пасхального дня. Богослужение начнется в 12 часов. Крестный ход перед богослужением ориентировочно в половину 12 без 15 и 12. В сам день Пасхи, воскресенье, также вечером уже устоявшаяся традиция в нашем городе, совершается в 4 часа вечера крестный ход от монастыря Успенского на улице Маршала Жукова к Никольскому собору, где на улице будет совершена торжественная пасхальная вечерня, торжественное богослужение. И все примут поздравления от главы нашей Римурской митрополии, митрополита Вениамина. Также нужно сказать, что Пасха – это не один день. Вся следующая неделя, следующий Запасх, называется «Светлой Седмицей», когда также в фрамах совершаются торжественные пасхальные богослужения. Люди могут посещать их. И в эти дни как раз-таки принято также делиться пасхальной радостью своими друзьями, близкими, родственниками. То есть можно их посещать, дарить пасхальные подарки, пасхальные яйца, христосоваться и таким образом торжествовать в Светлое Христовое Воскресение. Спасибо. 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 Спасибо.